всем добрый день я с радостью приглашаю вас в мое новое видео в мой сегодняшний влог покажу вам много всего интересного буду вкусно готовить делать заготовки на зиму да уже начинается сезон и постепенно все созревает и нужно уже делать заготовки чтобы зимой тоже было вкусно и экономно также покажу вам совсем немного покупок именно сейчас я вышла с утра в сад сейчас но относительно раннее утро еще прохладно я жду доставку яндекс маркетом сейчас курьер приедет привезет мне товары которые я заказывала и решила прогуляться и немного поснимать для вас свой сад сегодня сейчас середина лета как раз максимально буйное цветение у меня в саду действительно очень красивые цветы я надеюсь что вам приятно их сейчас видеть на своих экранах прошлое видео мое было кулинарным я поделилась с вами меню с праздничного стола с моего дня рождения ой насколько же приятных слов поздравлений пожеланий я увидела и прочитала под этим видео я их все без исключения почитала они меня очень трогают мне очень очень приятно спасибо вам огромное всем 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 кто не поленился и пожелал мне всего хорошего я правда все ценю все читаю и очень люблю вас благодарна всем своим зрителям спасибо вам огромное вот так хожу несколько дней уже и думаю когда я не вела канал свой меня поздравляли мои родственники мои друзья а сейчас благодаря ведению своего канала вот столько у меня прибавилось знакомых людей которые от души желают мне всего хорошего я размышляла по этому поводу и благодарна вселенной благодарна своей судьбе что вот я начала когда-то вести свой канал и сейчас приобрела вот такую большую аудиторию скоро 40 тысяч человек спасибо вам всем сейчас быстренько покажу вам то что мне привез курьер но во первых взяла большие целых тут по моему литр или 900 миллилитров такие флаконы это шампунь и кондиционер от олен и еще это средство для волос 15 в одном ну вы наверное все знаете что это такое там для хорошего расчесывания для термозащита увлажнение и так далее конечно олен классная фирма хороший бренд и искала мне нужно было купить шампунь и бальзам искала на разных marketplace ах вот в тот момент было самое выгодное предложение вот что-то прям около 600 рублей за вот такой большой объем целый литр это хорошая цена за хороший товар и еще взяла большую и еще взяла большую упаковку туалетной бумаги зева делюкс трехслойная всегда берут рук слойную ну потому что двухслойная это совсем тонкая а четырехслойная она уже как-то дорого стоит поэтому ну вот такая серединка и мне понравился здесь рисунок и цена была очень выгодная посмотрите какая у меня тут красота вообще это на день рождения мне этот букет и дарили и очень много лилий но какие же они красивые сейчас свет включу вот ну невероятно красивые и стоят уже вот второго числа было день рождения сегодня какое 5 5 число уже вечернее время и они до сих пор хорошо стоят водичку сегодня поменяла им вот тут целый стол у меня лилий вот этот был на праздничном столе у меня сервировки кто смотрел видео с меню с моего дня рождения на праздничном столе у меня были вот этот букет он по оттенку эти лилии по оттенку отлично подходили под мою сервировку но это тоже невероятно красивое сочетание оттенок оранжевого и красивые в общем я любуюсь как захожу сюда в кухню стала бы так улыбка но это же но это правда очень красиво я с утра сейчас быстренько приведу себя в порядок ну во первых приму душ я вымола волосы прежде чем их сушить пользуюсь вот этим средством которое только что недавно вам показывала 15 в одном ну чтобы расчесать во первых волосы полегче и они не не выдергивать их пучками вот но и вообще волосы хорошего такого качества становится после использования этого спрея а для объема я на корни наношу ну какую-нибудь пенку вот сейчас пользуюсь уже несколько раз покупала фаберлик хорошая пенка и цена очень приемлемая а затем сушу волосы феном без расчески просто опускаю все волосы вниз наклоняя голову и сушу волосы почти до сухого затем я обычно беру круглую расческу и не кончики подворачиваю внутрь набираю волосы на круглую расческу прядь волос и еще раз прохожусь феном но сегодня я хочу использовать специальную вот такое вот приспособление она называется мягкая мягкие бегуди недавно мы купили на двоих с дочерью такой гаджет и вы не представляете девчонки я просто в восторге уже много раз видела в разных шорт сах но везде на свете попадается мне такое видео где девчонки используют такие мягкие бегуди но почему-то мне казалось что это какие-то ерунда ну как-то попалась мне случайно очередной раз в youtube такое видео и я на вал берез поискала заказала но одно из самых дешевых там что-то ну вот это бегудя которую сейчас я использую буквально там что 230 рублей стоит девочки мы просто с юляшей в восторге вот сейчас я вам покажу как это быстро не ей пользоваться и какие красивые локоны получаются а еще плюс не нужно портить волосы феном в общем нужно вот эту длинную бегудю перекинуть через голову закрепить наверху на затылке на макушке крабиком и поочередно брать небольшое количество волос и перекидывать аккуратненько одну за другой пряди через эту бегудю затем внизу оставшийся пучок волос также завернуть вокруг бегуди и закрепить резинками ну и все и походить какое-то время можно на ночь оставлять будут вообще роскошные волосы мне юли длинные волосы она именно так делает а я буквально там часика на 3 вот так вот все наверчу похожу по занимаюсь кем-то своими делами вот как сегодня а затем снимаю получаю ну очень хороший результат чуть позже в сегодняшнем видео я покажу вам что у меня получилось но пока я занимаюсь домашними делами попросили мои родные что-то сладенькое и я решила сделать быстренький тортик без выпечки для этого мне понадобится очень мало ингредиентов это банка вареной сгущенки банка жирной сметаны 20 процентов желательно я это все объединяю с помощью миксером получается вот такой вот однородный гладкий очень вкусный крем и засыпаю туда вот такие печеньки рыбки наверно все вы их знаете рыбки и засыпаю в количестве на глаз вот одну пачку высыпала здесь там у меня 300 грамм я перемешиваю смотрю ну как бы просто интуитивно регулирую густоту еще чуть-чуть добавила наверно грамм еще сто и все хорошенько перемешиваю потом выкладываю в форму разъемная у меня форма я ее выстелила полностью пленкой пленка пищевой чтобы было потом удобно извлечь из формы этот тортик и все хорошенько все придавила пленочкой сверху прикрыла кусочками которые у меня остались и отправляю в холодильник настояться ну часика на три там как у вас получится вот а затем уже достаю извлекаю из формы сверху решила еще присыпать какао у меня вкусный какао потому что поэтому будет еще более усиленный вкус еще более вкусно но и все получается очень быстро вот такой вот тортик вкусненький ну сладенькая к чаю мне кажется что этот рецепт еще из советского заюза но потому что в моем детстве мы с мамой делали такой тортик если хотелось что-то быстренько сладенького к чаю сделать и возможно вы все тоже знаете рецепт если вы забыли напоминаю вам быстрый вполне себе вкусненьким такой десертик к чаю я уже в одном из недавних влогов вам рассказывала повторюсь что к нам прямо на улицу мы летом привозят продавать овощи у нас здесь недалеко буквально 20 минутах езды есть село называется давыдовка там массово все практически семьи но большинство семей занимается выращиванием овощей там огромные теплицы но и естественно потом они сбывают свой товар разными способами и вот привозят к нам на улицу но это на самом деле для меня лично очень удобно и цена очень приемлемая вот я купила в этот раз брокколи и цветную капусту это другое по 60 рублей килограмм я сама в пакет в пакет и накладывала вилочки и в итоге когда взвесили получилось около 10 килограмм но то есть и отдала всего 600 рублей за такое огромное количество прекрасных свежих овощей ну и теперь вот я по парочке качанчиков оставлю в холодильнике сейчас приготовим ближайшее время остальное пойдет у меня в заготовку я и цветную капусту и брокколи заготавливаю одинаково разбираю вилочки на соцветия затем выкладываю прямо в раковине это делаю закрываю слив насыпаю туда соли наливаю воды растворяю соль и выкладываю туда вот уже соцветия такие разделенные но чтобы если что там какие-то жучки паучки все оттуда ушло а затем уже бланширую три минуты в кипящей воде охлаждаю вот так вот выкладываю прямо на столешницу застилаю столешницу полотенчиками или ну какой-то тряпочкой примерно до комнатной температуры охлаждаю затем по пакетам по фасовочным ну выкладываю такую порцию для того чтобы один раз приготовить и все и отправляю в морозилку зимой готовлю рагу цветную капусту могу даже сделать в кляре тоже очень вкусно и и разморозить и затем в кляре обжарить на сковородке получается очень вкусно а также могу на мясорубку он перекрутить вместе допустим с фаршем с мясным и сделать котлетки такие мясные с добавлением либо цветной капусты либо брокколи но еще добавляю туда лук но и все специи получаются тоже очень вкусные котлеты но в общем хорошо мы такие овощи едим зимой так получилось что я в халате и с этой бигудей выходила на улицу за капустой за цветной капустой за брокколи но ничего страшного мне не хотелось и переодеваться и портить свою прическу ну вот теперь прошло примерно два с половиной часа после того как я их накрутила волосы на эту бигудю снимаю ну и получаю вот такие вот слабенькие скажем так локоны но мне такие нравятся я слишком густые кудри не люблю мне это не идет чтобы волны на волосах сохранялись ну хотя бы целый день до вечера я их немного сбрызгиваю лаком но если я хочу особо стойкий вариант получить конечно нужно это делать во первых на ночь и второе обязательно использовать какое-то средство с хорошей фиксации перед тем как накручивать на бигудю в общем классная штучка я вам оставлю ссылку стоит копейки вообще удобная вещь и хороший результат в повседневной жизни я не крашусь не хочу портить кожу лишний раз для меня главное чтобы была кожа чистая увлажненная волосы чистые и брови в порядке для бровей использую уже некоторое время вот такой вот фиксирующий гель от бренда алия примерно месяц назад нашла его на вал берез мне он очень нравится и в последние дни стала замечать что дочь постоянно берет его попользоваться я с радостью отдала ей в пользование о себе заказала еще один сначала наношу его кисточкой на брови против роста волос здесь предусмотрено сразу три кисточки первое для нанесения геля а также для укладки и фиксации затем расчесываю против роста волосинки таким образом гель равномерно наносится затем по росту волос беру следующую кисточку укладываю вы желаемый вид и еще одной кистью убираю лишний гель таким образом я создаю самый настоящий эффект ламинирования для меня это очень быстрый и удобный способ чтобы целый день брови были в порядке наношу укладываю фиксируем гель прозрачный нет никакого блеска придает бровям ухоженный вид и фиксирует такой результат на целый день а еще у него такая достаточно густая структура поэтому расход очень маленький хватает надолго для вас я оставлю ссылочку под видео в описании пока я занималась разными делами уже совсем скоро обед муж приедет и конечно скажет хочу кушать ничего готового абсолютно нет в холодильнике нет никаких заготовок у меня нужно обязательно в ближайшее время заняться заготовкой полуфабрикатов это мое спасение особенно вот в такую жару чтобы что-то быстренько можно было приготовить из полуфабрикатов ну а сегодня я решила сделать очень быстрый обед я взяла сосиски надрезаю их немного ножом с двух сторон ну это для красоты чисто для внешнего вида я люблю даже в самый простой прием пищи самое простое блюдо как-то подать красиво и обжариваю их на сковородке со сливочным маслом эти вот разрезики раскрываются во время готовки и получаются достаточно симпатичные сосиски также хочу сварить спагетти у меня шпинатные спагетти от макфа первый раз вот я их купила все время на них смотрела смотрела и как-то не не покупала вот первый раз купила но если честно они мне не очень понравились не по качеству не по вкусу особенно на внешний вид они выглядят какими-то серыми и не аппетитными на мой взгляд вот думаю не буду больше покупать и конечно же салаты либо просто овощи сейчас начинается сезон свежих овощей своих овощей у нас хорошо уже пошли свои огурчики и мы их очень много едим каждый день а также еще подаю соус это обычный кетчуп я туда добавила свежей кинзы со своей грядки и мелко нарезанный чеснок и лук кабачки у меня уже выросли вот эту срывать примерно вот такого размера срываю чтобы не переросшие из овощей у меня на грядках уже хорошо пошли созревать огурцы вот видите я сорвала сегодня вот такое вот количество примерно в день я срываю не огромное количество но нам на один день и на салаты достаточно и кабачки уже тоже хорошо пошли каждый день срываю где-то по четыре штучки по три штучки конечно готовлю разные блюда из кабачков мы любим ну и когда уже не хочется есть сейчас то вот все и весь излишек я заготавливаю в зиму кабачки заготавливаю всегда только двумя способами это во-первых вот таким крупным кубиком зимой я использую врагу в запеканке и еще второй вариант это натираю натер курку отжимаю сок и в таком виде тоже замораживаю зимой использую на вафли на драники на оладьи сегодня у меня получилось три порции ну и в течение лета созревают кабачки до самой осени я заготавливаю примерно 10 таких вот и порции кубиком и примерно 45 порции натертые на терке ну и в конце сегодняшнего видео хочу поделиться с вами кадрами нашего отдыха у нас сейчас установилась очень-очень-очень жаркая погода днем на солнце до 40 градусов ну вот духота жара ночью более-менее ну охлаждается немного и дом ну и воздух и растение хоть немножко приходит в себя ночью температура примерно в районе 18 градусов 18 и 19 градусов ну и мы стараемся выезжать на природу на речку в эти выходные не получилось съездить с ночевкой хотя планировали несколько семей ну по разным каким-то причинам в общем не собрались в эти выходные целых два раза ездили в субботу и воскресенье в субботу буквально на пару часов а воскресенье сын поехал с нами взяли мы еще нашу близкую подругу нашей семьи ну и вот так вот вчетвером таким составом мы ездили сюда же на этот же пляж который сейчас показываю это река икориц от нашего дома ну минут 15 езды на машине очень чистая речка она достаточно с таким течением несмотря на то что она такая узенькая небольшая и местами она достаточно глубокая такие прям ямы а местами можно перейти ее с одного берега на другой берег речка достаточно такая известная нас воронежской области она очень длинная протяженностью насколько я помню 90 километров по всей воронежской области она протекает и считается одной из самых чистейших рек воронежской области здесь растут кувшинки лилии только начинают еще только зацветать вот кувшинки на той стороне мы их видели но воскресенье мы были там достаточно долго где-то с обеда и часов до восьми вечера взяли с собой мяско на мужички пожарили овощи и еще сделали собой коктейльчик такой слабо алкогольный там вермутом сок мультифрукт и много льда но такой немного вроде расслабляющий в то же время освежающий что был очень холодный за счет кубиков льда долго был прохладным делитесь как вы проводите свое лето находите ли время для отдыха какая у вас погода пишите в комментариях поддержите меня лайком подписывайтесь на мой канал кто еще не подписался но я с вами прощаюсь очень скоро увидимся в следующем видео